Постить животный мир до конца невозможно, и это касается абсолютно любого животного, от мошки до буйвола. Но есть хищники, жизнь которых покрыта тайной и непонятными домыслами. К ним с уверенностью можно отнести волков, животных внушающих к себе и страх, и трепет, и уважение. Однако мало кто знает, что их отношение к человеку может быть разным, и зависит оно от определенных обстоятельств. В Казахстане произошла одна история, в которой непосредственное участие как раз и приняли эти хищники. Дело было в небольшом ауле вблизи горного алтайского леса. В ней проживала семья из четырех человек – отец, мать и две маленькие дочери. Старшей девочке был один год и восемь месяцев, младшей – всего восемь. Мать постоянно была занята малышом, а за старшим ребенком больше приглядывал отец. Он работал табунщиком и в этот день должен был отдыхать, но неожиданно для всех ему пришлось заменить напарника. Он быстро собрался и поскакал на работу. Того, что старшая дочка направилась ползком за ним, никто не заметил. Было лето, и пропажу ребенка заметили почти сразу, но прошло три дня, а девочку так и не нашли. Тяжело пришлось этой семье. Большинство местных жителей уже настроились на то, что девочку загрызли волки, которых очень много в лесах неподалеку. Звери хоть и не нападали на людей, но постоянно держались стаями и наводили ужас на тех, кто их замечал. Напарник, которого мужчина сменил на пастбище, находился тогда в полутора километрах от аула. О том, что пропал ребенок, он ничего не знал. Возвращаясь домой на лошади, он вдруг заметил стаю волков, которая расположилась на другом берегу реки. Мужчина, конечно, испугался. Он был один, а их много. Благо, с собой у него было оружие. Применять его для убийства животных он не собирался. Но ему как раз нужно было перейти реку в том месте, где они и расположились. Понимая, что волки не собираются расходиться, он решил сделать выстрел в воздух, поднял ружье и выстрелил. Звери посмотрели на него, но даже не думали шевелиться. Он решил сделать повторный выстрел, но немного ниже, над их головами. Внутренне он надеялся, что не разозлит их. Прицелившись в дерево над волчьими головами, он совершил второй выстрел, который оказался удачный первого. Животные тут же разбежались. Примечательно то, что никто из особей не скалил зубы и не пытался напасть на табунщика. Мужчина уже было собрался переходить реку, но заметил волчицу, которая и не думала уходить со своего места. Она так и осталась стоять, где стояла. Что-то не давало ей уйти. Мужчина предположил, что, возможно, рядом с ней волчата, которые пока еще не могут быстро бегать, и потому она ждет, когда они соберутся и пойдут. Но, приглядевшись, он понял, что никаких волчат там нет, и решает тронуться в путь. В конце концов, он на лошади, а она одна, без стаи. Если что, он сможет дать ей отпор. Приблизившись к зверю, он увидел то, во что сначала даже не поверил. Вдруг из травы показалась голова девочки. Он знал, что она была дочерью его напарника, но как она оказалась от деревни на расстоянии полутора километров, не поддавалась никакой логике. Волчица убежала только после того, как девочка начала ползти к нему. Мужчина, подняв ее на руки, заметил молоко на ее губах. Понятно, что оно принадлежало именно той волчице, которая не так давно бережно охраняла ее. Сколько же радости было в семье, когда девочка наконец-то оказалась дома. Сейчас ей уже за 60 лет, но она до сих пор помнит, как волки спасли ей жизнь. Не всегда что-то жуткое снаружи является таким же внутри. Не всегда опасные волки опасны на самом деле. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте лайк, пишите свои комментарии и делитесь ей со своими друзьями. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok